В эти выходные прошло мероприятие в Новороссийске. Это, по-моему, Молочная Олимпиада называется. Не выходные. Началось в понедельник, а заканчивается будет 27-го числа. То есть, провести 4 дня, оно продолжается. А вы были в выходные там, да? Нет, я был там в понедельник. Понедельник. И цель вашего визита? Ну, во-первых, все-таки мы достаточно известны с точки зрения молочного животного родства предприятия. Несмотря на то, что главная наша специфика для работы – это плодопитомический направление, плодопитомическая работа, мы за вот эти последние 20 лет из неудачного или малоприбыльного бизнеса в животномодстве ушли, конечно, передовые с точки зрения производства. Я там называл цифры, которые очень сильно нас характеризуют. Несмотря на то, что у нас всего 1100 голов крупного рогатого скота, мы входим в 21-е место, занимаем по надоям. То есть, по продуктивности от коровы в Российской Федерации мы занимаем 21-е место. И доим практически 11 тысяч литров на корову. Это очень хороший показатель. Не для племзавода, мы никакой не племзавод. Мы обыкновенное родовое предприятие. Одна из наших телок вошла в топ-три лучших животных в России в мире по телкам галшкинской породы. Северо-западной, то есть, вот это, ну, как так, наше полушарие в мире. И плюс к этому мы занимаем третий год подряд призовые места по качеству кормов, которые производим. Это и Синаж, и Силос. Это тоже, потому что коровы, как говорят, молоко на языке. Но те, которые хорошо занимаются кормами, являются прогрессивными в этой части, они, конечно, могут принадлевать на лучшие надоры. Поэтому мы такие достаточно известные с точки зрения молочного жидко-новостного предприятия. Наш опыт интересен еще и тем, что когда вся Россия ушла в такую называемую глобализацию, в агрохолм или в укропнение, то мы небольшое предприятие, но показываем очень хороший результат. А к нам же ездят учиться постоянно, поскольку мы являемся базовым хозяйством с точки зрения роботов фирмы «Лейли». И к нам постоянно вводят делегации. Я думаю, что уже тысяч 10 животноводов за эти полтора-два года проехали у нас, посмотрели все. И новейшие технологии, которые мы применяем, они сейчас отсюда распространяются по всей России. Плюс к этому, конечно, наши специалисты, Вадим Юрьевич Карев, Козлов Данил Дмитриевич, они такие уже, хоть и молодые, но очень известные специалисты в отрасли животноводства. И лучшие мировые технологии, лучший опыт, практики, которые используются в животноводстве, конечно, они у нас, поэтому мы авторитетны. А почему 21 место тогда? 21 место в России, представляешь, сколько молочных ферм, это даже не 10, а может быть 100 тысяч. И 100 тысяч занять 21 место, это очень хорошо. Еще раз, я напомню, что мы никакое не племенное хозяйство. Наши основные виды деятельности, это не животноводство, это производство растеневодства, производство ягод, яблок. Поэтому, если в России по землянике мы первые, то 21 место в животноводстве, к которому мы, это не основная наша задача, это очень хорошо. Я напомню, что 25 лет назад у нас надой был 2,5 тысячи литров на корову. Я всегда шутил, что у нас корова не для молока, а для навоза. Потому что без органических удобрений производить ягоду, заниматься подовольством невозможно. За это время мы так далеко шагнули, что это, в общем, средний европейский надой такой. А если бы мы вкладывали, ну, скажем так, если бы это основное было нашей деятельностью, то я думаю, что мы могли выйти в первую десятку, хотя это довольно сложно. Имея так ограниченное количество земель, мы даем очень хороший результат с точки зрения кормопроизводства, и практически все корма заготавливаем у себя сами, не покупаем корма. Поэтому я считаю, что это очень хорошо. Вы догладелали? Да, я говорил, что там я выступал, говорил о том, что самая близкая ферма к Кремлю, это в совхозе имени Ленина. Но мы не поставщики Кремля с точки зрения молока, хотя молоко у нас самое действительно качественное. Ферма Эрман когда-то присвоила нам лейбл высшее европейское качество молока, и сейчас вообще очень все поменялось. Я выступаю, я там говорил, что я на самом деле уже чувствую себя таким оксакалом с точки зрения производства. Почему? Потому что если я там называл фамилии Иван Иванович Кухарь, Василий Яковлевич Мамров, Монахова, то вот эта молодежь, которая там сидела и сейчас является элитой молочного животноводства России, она даже не знает эти фамилии. Хотя на самом деле это руководители крупнейших госполемзаводов, которые были передовыми хозяйствами в Советском Союзе. А Советский Союз с точки зрения животноводства делил первое и второе место с Америкой по производству, по количеству надоев, по количеству животных. Чем интересны это мероприятие, молочная олимпиада, тем, что там подводятся итоги прошедшего года, ну и вообще сравнивается с тем, что было раньше. И сидят молочники, разрабатывают перспективы дальнейшего, скажем так, развития отрасли. А отрасль молочная, очень серьезная отрасль, от нее зависит очень много, в том числе обеспечение качественными продуктами населения России. Там очень много было разных выступлений, в том числе из Белоруссии замминистра сельского хозяйства белорусской республики говорил. Но это такое, вообще самое интересное, когда специалисты, не чиновники, а специалисты обмениваются мнениями и говорят, что нужно. Поэтому, да, я там выступал, наряду с другими, там выступали депутаты Государственной Думы, лидеры рынка, так называемые, агрохолдинги крупные. Ну и после выступления, к сожалению, поскольку совхоз не бросишь, мы уехали. Они там продолжили, и там я смотрю по интернету, очень много интересных выступлений, спорных, потому что в споре рождается истина. Но в любом случае, это все хотят движения вперед, потому что темой вообще всей этой молочной олимпиады было возрождение России. Мы, к сожалению, оказались в ужасном положении с точки зрения производства молока. Когда-то в России было 50 миллионов коров, ну, крупного этого скота, коров 25 миллионов. Сейчас 4,5. В общем, 4, если взять молочные остатки, то 4 миллиона. Конечно, увеличивая надое, можно добиться каких-то результатов, но на самом деле, вот, например, статистические данные, которые там приводились, товарного молока, то есть молока, которое действительно есть, не бумажного, о котором Министерство сельского хозяйства рассказывает, на самом деле больше 20,5 миллионов литров. А нам для того, чтобы достичь европейского уровня потребления молочных продуктов и уйти от импорта, надо как минимум вдвое больше. Потому что сейчас, по их мнению, потребление молока находится на уровне 172 литра на человека, килограмма на человека. А это очень низкий показатель, и он, конечно, заменяется и подменяется еще пальмовым маслом, заменителем животных жиров. Мы ввозим только молока по разным оценкам от 4 миллионов до 7 миллионов литров. Вот, например, молочный союз считает, что мы ввозим в пересчете на молоко молочной продукции 6,8 миллиона литров. А белорусский замминистра говорил о 7 миллионах, причем львиную долю молока из Белоруссии, она импортируется в Россию. Мы же пытаемся поставить при саду какие-то странные задачи, что нужно вывезти молоко за пределы, хотя я считаю, что у нас своего молока не хватает. Вопрос ценообразования – это вопрос, прежде всего, государства. Потому что там говорилось о том, что премьер-министр назвал всех производителей жадными, а документы показывают о другом. Вот, например, за прошлый год себестоимость производства молока выросла на 18%, а продажная цена на 4%. То есть, получается, жадными оказались не молочники, а именно те, которые поставляют им ресурсы. То есть, корма, различные составные части ее себестоимости, я имею в виду запчасти, электричество, солярку. В результате себестоимость растет неимоверно, а цена закупки молока не растет. К чему это может привести? И приведет обязательно это к уменьшению производства. Потому что самые неблагополучные фермы, не модернизированные, с низкими надоями, они должны будут оказаться в убытке и, соответственно, разориться. Тогда количество молока еще уменьшится. Тогда цена на него еще должна вырасти. Но если государство будет зажимать производителей, но одновременно давать возможность тарифным компаниям за электричество, за солярку, за все составные себестоимости брать какие-то сумасшедшие деньги, то, естественно, разорятся все молочники. Я приводил там пример, что агрария из Ставрополья, а это все-таки такой край, который производит зерно, без которого животноводство невозможно. Особенно компикорматы без зерна не сделают. Они жаловались недавно совершенно председателю правительства на то, что за этот год цена на минеральные удобрения выросла на 60%. Это означает, что вместо 4 или 5 миллиардов, которые они тратят обычно на поддержание плодородия почвы, им надо в этом году потратить 9 миллиардов. А эти деньги нигде не заложены. Поэтому в результате они рассчитаются чем? Собственной маржой, доходностью. Дальше это приведет к тому, что подорожает корма. А если они не подорожают, то производители зерна разорятся. Но если они будут повышать цену на корм, то, соответственно, животноводы получат меньше денег. То есть они больше потратят на составные части себестоимости. Это приведет к банкротству каких-то сельхозпредприятий. Если еще и государство, как оно обычно делает, не окажет никакой государственной поддержки, кроме слов. Потому что вся их государственная поддержка заключается в том, что они все время рассказывают о поддержке. А денег реально крестьяне не получают. То в результате может случиться массовое уменьшение дальнейшего поголовья и уменьшение надоев. Что приведет к росту цены на молоко. А учитывая то, что евро-доллар растет, соответственно, ввоз сюда импортного продовольствия, особенно сухого молока, масла и всего остального, к сожалению, в этом году он тоже вырос, будет недоступен, то люди начнут покупать все больше и больше продуктов из пальмового масла. Поэтому обеспокоенность животноводов там прослеживается. Государство все время рассказывает о поддержке, но все время обманывает. Это тоже об этом говорили. Ну и дальше зарабатываются какие-то совместные заявления, меры, просьба государству меньше говорить, но больше делать. К чему это все приведет, мы посмотрим. Пока, к сожалению, хвастаться особо нечем.